слушайте такой темп у нас я хотела квас поставить еще вчера и сегодня хотела и мне не получается по времени одно другое 3 бегом бегом сходили на почту получили заказное письмо от нашего за холодную воду с подворье что-то там какое-то угрожающее письмо пришло что мы там много 3 800 задолжали такого не может быть завтра пойдем разбираться завтра у них рабочий день я пришла за редиской помните тут грядочку высаживала вот кабачок сидит один и другой но не растут чего-то им не хватает редиска вот пожалуйста есть на окрошку как раз наберу немножко мне надо тем искать и позвонили приедут сегодня уже поздно вечером у тему работа думаете михалыч почему помогает не все делает вернее даже основную работу делать потому что он уволился с той работы иначе был он также сидел как артем целыми днями а я бы тут плакала что мне ничего не делается все стоит михалыч уволился и после 10 числа будет искать другую работу тоже удаленку тоже программистов отлично достаточно такая миленькая свеженькая редисочка теплицы только зашла можно сказать чуть не скоро будет молча и так каждый раз одного раза раз и все нормально нормально понятно Она чего прикопит? Это одно жрелье-то такое. Это прикормит. Поптурить тоже, наверное, заденем. Не страшно. Мощная судьба. Она так закапывается, закапывается. Так хоть для него идти можно. У нас вечернее чтение. Объясняю тебе. Наследование и композиция. Что это такое? Это два наиболее распространенных приема повторного использования функциональности в объектно-ориентированных системах. Это наследование класса и композиция объектов. Как мы уже объясняли, наследование класса позволяет определить реализацию одного класса через другой. Повторное использование за счет порождения подкласса называется еще повторным использованием по принципу прозрачного ящика. White box reuse. Понятно, деда? Ты запомнил это все? Это понятно совершенно. Нет, а повторить это ты сможешь? Своими словами. Прозрачный ящик лицов. Книжку покажи. Вот такая книжка. Ой, это мы вчетвером сидим такие. Мышные гости. Мышные гости. Ты знаешь, так чирикаешь как петли? Или как воробей или как цыплята. Птенцы? Да, птенцы? Смотри как первая. Эй, 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 не чикśl ownership на ей! Всё! И бурлокей придет faze�� сидеть перед мыем. Видишь, я не шт juition вот видеться. доброе утро друзья даже не знаю сколько времени успела посмотреть сегодня такие планы были и дождик все подкорректировал так сказать их сегодня бетонирование столбиков было по плану но увы и ах ну и правильно я с утра встала у меня воспалился седалищный нерв я так понимаю я была бы вообще не помощница михалыча а сколько времени у 7 ну тучи у нас сплошная и прям хорош хороший ливень был сейчас потише уже пошел ладно пойду себе лечить ну прям ливень хороший идет очень хорошо польет огород там где я вчера посею я вчера огурцы посеяла на улицу вместе с кукурузой морковь свеклу с проливает и КОНЕЦ 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 ДРОСЫ АЛЕНУШКА КОНЕЦ ЭЛЕНУШКА КОНЕЦ ДРОССОВ НЕДА были КОНЕЦ Знаешь, куда забралась? Наш охотник готовится к полету. Мусенька, заглядывает что-то. Ну там видимо птичка была. А так я не увидела, на колбасу смотрела. А как слезать-то? Она теперь долго будет сидеть. Видимо, да будет. Она же видит, что на это дерево птички чаще садятся. Решила тут их подождать. В засаде. Дурища. Птичка на дереве сидит. Что за порода? Мусенька. Ты или чули? Хитрая. Хочет птиц обмануть. На это дерево чаще всего птицы садятся. А они теперь вокруг на другие деревья садятся. Она только успевает головой вертеть. Я сегодня валяюсь. Могу себе позволить, как говорится. Артем вчера книгу Михалыч привез. Михалыч ее изучает. Сидит, читает сегодня все утро. Готовится к собеседованию. Там по новому языку программирования книг. Вот. Поэтому, как никогда сегодня. Как, кстати, этот отдых чудесный просто. И мне хорошо, и Михалычу хорошо. Муська так и сидит на дереве. А я смотрю ролики все, какие попадаются. Ну, какие мне нравятся. Вчера Катя с Тёмой приехали. И Катя положила так это на край стола яйца. Ну, коробку. И все, и уехали. А у меня сил не было. Я вчера даже как-то, ну, так. Продукты убрала со стола и все. Вот эта коробочка, она так в углу и стояла. Думаю, ладно, завтра. В итоге. Сейчас я ее открываю. И я обумлела. Наслаждайтесь, ребята. Катя. И ты кудесница. Та-да-да-дам. Представляете, какая красота. Сейчас Михалыч покажу. Катюш, спасибо тебе огромное. За красоту. Вот не просто так яйца, да? Еще и с перышкой. А Маша красоту тоже приносила в корзинке. Там у нее был кулич. Вокруг яйца были красивые. И тоже была так оформлена красивая с бантиком. Но не успели заснять. Едоков много. Быстро распечатали. Быстро поели. Спасибо, ребятишки. Так радуете нас. Но мы вас тоже булочками порадовали, правда же? Так. 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 У нас набита крошка опять. Добавила туда огурец, добавила 2 яйца Зелень опять сходила, нарвала Будем окрошкой обедать Вы знаете, я починила себе спину опять Чудесным образом Пояс полчаса поносила Ну не полчаса, чуть побольше может быть И потом легла Лежала, лежала И уснула Вот в 2 часа встала Хотя встали мы сегодня в 6 Все, я нормальная, как огурец А если бы я расхаживалась с больной спиной Она бы точно не вылечилась у меня Всем приятного аппетита Кто с нами обедает У нас погода разгулялась Вот такая замечательная Ливень был, конечно, сильный вообще Я сейчас сено убрала туда на солнце Перетаскала Вот здесь теперь мне надо Посадить цветы Рассаду покупать Так скажем, не на что Поэтому какие есть у меня семена, то и посею Зайдут, зайдут, не зайдут, ну извините Вот поэтому с меня много не требуйте Все, что есть, то будет Сейчас спрятался Хотела заснять, как ты мне помогаешь Вот такую клумбочку мы организовали Что есть, то есть А зацветет, будет все равно красиво Правда же? Чем эта дырка была в траве Не знаю, видно меня или нет Всем добрый вечер Мы поужинали На ужин у нас были куриные котлетки С растрепки Не стала показывать, как я их готовлю Я думаю, что все их готовят дома Все знают, как это делается Вкусно так поужинали Теперь отдыхаем Сегодня только полила в теплице И клумбу посадила Рассадила всю рассаду Посеяла семена Остались у меня вот еще помидоры Надо будет завтра, наверное Разработать там грядки в огороде И сделать К вечеру опять спина заболела Но не работать сегодня не могла Потому что пока земля влажная После дождя нужно было посадить край А иначе это опять комками возьмется И потом не разделать землю Так что день сегодня такой Практически в безделии прошел Смотрела документальные фильмы Старые-старые Время перестройки Потом 70-х годов Про Сталина В общем, про все Вот такой день у нас сегодня был Сейчас посуду помою И опять буду смотреть ролики Вот такой сегодня бездельный день Абсолютно бездельный Михалыч там с Артемом Переговариваются Созваниваются Артем папу консультирует В общем, готовятся к новой работе Но на данный момент я очень счастлива Что Михалыч не работает И что он все время у меня В помощниках Вот, поэтому немножко Хоть сдвинулась у нас с места Вся наша работа На этом я сегодня наш ролик заканчиваю Ролик ни о чем получился Ни о чем и обо всем Я каждого нашего зрителя Лично каждого Благодарю за то, что вы нас смотрите За то, что комментируете У нас очень активные комментаторы За это вам огромная благодарность Очень приятно И такая, знаете, у меня как ответственность Что да, надо ролик сделать Вот вроде сейчас надо прилечь Опять поясницу больно И сама думаю, нет, я сейчас смонтирую Выложу и только потом прилягу Поэтому это уже, знаете, как Это да, это ответственность такая Перед вами, перед зрителями Вы же все ждете Где мы и как у нас дела Спасибо, что переживаете за нас Спасибо, что заходите к нам Всем пока-пока И до завтра